Привет, друзья! Смотрите, мы находимся на вот этом знаменитом кладбище автомобилей. Это тоже последствия русского мира. Русский мир освободил нас не только от жилья, не только от мостов, не только очень многих освободил от жизни, но русский мир, решу, и освободил от имущества, прежде всего от автомобилей. На этих машинах люди пытались выехать из Бучи, где мы сейчас находимся, из Бородян, из Макарова, из разных мест. Они пытались выехать в Киев, от русского мира сбежать от этой орды бандитов и мародеров, которые оборвались к нам. И на очень многих машинах написано, что это дети. Их это не смущало. Вы знаете, машины с надписью «Дети» расстреляны и пробиты пулями. Ну, просто посмотрите. Я даже не хочу ничего выдумывать, просто посмотрите на этот кошмар, который вот у меня за спиной. На машинах, в которых написано «Дети», они просто утыканы пулями, они дырками от пуль, дырами от осколков. То есть мы... Вот представьте себе, кем надо быть, чтобы расстреливать автомобиль, на котором вывозят детей, на котором едут исключительно гражданские. Но русский мир это не смущает. Для русской армии убивать гражданских – это то, для чего она, собственно говоря, и создана. И поэтому они даже, понимаете, когда им начинаешь рассказывать, что вы натворили в Украине, какие вы подольки, а их это не интересует, а что такого, а что мы такого сделали. Да вот, вот что вы сделали. Вот еще месяц назад этого кладбища автомобилей не было. А сейчас мы поедем дальше в Бучу и посмотрим, что принес русский мир этому славному украинскому городу. А пока что еще раз полюбуйтесь. Вот что он приносит. Все у меня за спиной в наличии. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!